Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Видное ТВ. О новостях Ленинского городского округа вам расскажу я, Олеся Попова. Сегодня обсудим следующие темы. 76 выпускников Ленинского округа получили золотые медали. Дорогие ребята, вы лучшие из лучших в нашем Ленинском городском округе. Кабинеты льготной выписки лекарств функционируют в медучреждениях муниципалитета. Пациент получает от врача, от лечо, врача Эпикриз с назначениями на 3 месяца. Далее он направляется в этот кабинет. Наша съемочная группа узнала, можно ли купаться в водоемах Ленинского округа и соблюдает ли жители правила безопасности, отдыхая у воды. Мы с людьми разъяснительную работу проводим. У нас существуют маршруты патрулирования, ездим по водоемам. Почти тысяча выпускников в Ленинском городском округе сдали итоговые экзамены и получили аттестаты об общем среднем образовании. В Видновском историко-культурном центре прошла церемония награждения лучших из лучших. Медаль за особые успехи в учении получили 76 юношей и девушек. Среди тех, кто поздравил медалистов, был и наш корреспондент Максим Козлов. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать выпускников, директоров школ, родителей и всех гостей на торжественном мероприятии, посвященном вручению медалей за особые успехи в учении. 946 выпускников окончили школу в Ленинском городском округе. Те, кто добился особых успехов, собрались сегодня в зале историко-культурного центра. Позвольте от имени главы Ленинского городского округа передать слова поздравления, слова восхищения и напутственные слова. Дорогие ребята, вы лучшие из лучших в нашем Ленинском городском округе. Мы волновались и в период ваших экзаменов. Больше мы волновались уже теперь, когда прошел общий выпускной, и мы с нетерпением просто ждали таких достойных, красивых документов об образовании. 76 молодых людей получили сегодня золотые медали. Это более 15% от всего количества выпускников в округе. Самое большое число медалистов в Видновской школе номер 5 – 12 человек. Что касается заслуг, конечно, в первую очередь заслуга самого ребенка, самого выпускника, потому что он к этой медали шел несколько лет. Конечно, кроме самого ребенка, кроме выпускника, заслуга есть и учителей, и педагогического коллектива, учреждения, администрации. Но, безусловно, родители тоже сыграли в этом немалую роль, поэтому это заслуга коллективная. Принято считать, что учеба на отлично – это тяжкий труд, но многие выпускники, получившие сегодня золотую медаль, не согласны с такой формулировкой. И правда, мне было несложно. Но ощущения, конечно, очень приятные. В любом случае, старания были приложены, были какие-то трудности, но они приятные. И, конечно, сейчас в войне приятнее получать плоды своих трудов. Главное, что бросается в глаза девушек больше, чем юношей, оказывается, парням сложнее найти золотую середину в пословице «делу время, потехе час», чем девчонкам. «Они уделяют ей больше внимания и время, нежели мальчики. Мальчикам поиграть в футбол, погонять с друзьями на улице более важно, чем учить уроки. Я и там, и там преуспел. Есть и как и друзья, и как успехи в учебе». Теперь у большинства из этих ребят впереди новые испытания, вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Но можно быть уверенными, и здесь им будет сопутствовать удача. Ура! Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Далее эфир я продолжу не одна. О безопасности дорожного движения мы поговорим с Анатолием Баландиным, начальником Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ленинскому городскому округу и подполковником полиции. Здравствуйте, Анатолий Васильевич. Ну, для начала, наверное, давайте поговорим о статистике происшествий. Вот с начала лета, насколько мне известно, аварийность на дорогах у нас увеличилась, верно? Да, здравствуйте. Действительно, аварийность увеличилась, гибнут люди, пешеходы, водители. Такое присутствует. Это, видимо, конечно, сказывается о том, что начались каникулы во всех смыслах этого слова. Дети вместе с родителями ушли в отпусках, поехали на дачу, соответственно, за город. Все они присутствуют в ближайшем Подмосковье, где мы, собственно, и являемся. Город Видное. Расскажите, может быть, о каких-то конкретных происшествиях за последнее время. За последнее время, да, был один трагичный случай. Девочку на смертной разделке задавил водитель автобуса. Потом, ровно буквально через неделю, мальчик на ПЛК выбежал из дворовой территории, из детской площадки. Аналогичная ситуация. То есть сбили, получил травмы, живое, слава богу. И буквально первого числа улица Тинькова, девочка также 11 лет, вышла с парка по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не принял меры и совершил наезд также на несовершеннолетнего ребенка. Девочка геспублицизирована, находится в Люберецком отделении больницы. А расскажите, также увеличилась аварийность с участием мотоциклистов, самокатчиков, насколько мне известно. Можно поподробнее узнать, в чем причины роста аварийности и какие-то же происшествия были? Да, действительно, так оно и есть. За последний, ну, за этот, я не знаю, мотосезон, как говорится, у нас выросла статистика с погибшими мотоциклистами. Действительно, это так. Два мотоциклиста погибло. Ну, всему виной мое мнение – это скорость. После сезона такое бывает, и они, грубо говоря, пробуют свои новые мотоциклы, свои старые, на прочность, как говорится, на скорость, на все остальное. Ну, и в итоге получаем трагедию, как и они, так, соответственно, и у нас. Расскажите, самокаты, электросамокаты в частности, насколько растет аварийность с участием электросамокатов и вообще, насколько мешают, скажем так, электросамокаты привычному дорожному движению? Ну, самокаты действительно в городском окне у нас появилось достаточно много, появились арендные самокаты. Здесь надо здраво расценивать свою скорость, как вы передвигаетесь, как вы проезжаете проезжую часть, как пешеходный переход пересекаете, будь то он регулируемый, будь то он нерегулируемый. На все вы должны оценивать, что у вас, как у водителя, либо будьте вы водителем того же самоката, управляющим этим средством индивидуальной мобильности, должно быть определенное время на совершение либо остановки, либо маневра, чтобы избежать ДТП. Анатолий Васильевич, а все-таки электросамокаты, где они должны двигаться? По проезжей части или там, где ходят люди, пешеходы? Потому что аварии случаются и там, и там, либо с участием машин, либо наоборот электросамокат наезжает на пешеходы. Мое личное субъективное мнение, конечно, электросамокаты должны больше передвигаться по специально выделенным полцам, у нас, к сожалению, их не так много в городе, либо по тротуарным и пешеходным дорожкам. А пересекать пешеходные переходы, они должны так же, как, грубо говоря, велосипедист спешится с данного транспортного средства, посмотреть влево-вправо и, соответственно, перекатить этот самокат на другую сторону дороги. Спасибо за разъяснение, потому что это очень важно, на самом деле. Не все понимают пользователей электросамокатов, где им ехать, собственно. Анатолий Васильевич, расскажите о работе, которая ведется ГИБДД по профилактике ДТП, по профилактике роста аварийности. Значит, действительно, мы в связи с наступлением летнего периода усилили, увеличили количество нарядов в нашем городском округе, дабы предотвратить ДТП с тяжкими последствиями. То есть сейчас основное направление у нас, конечно, то, что я озвучил, это пешеходы и водители. Профилактика проходит точечно на пешеходных переходах, где идет большой трафик пешеходов. Некоторые зачастую видят, что в 100 метрах есть пешеходный переход, но, тем не менее, пренебрегают этим, не доходят до него и просто пересекают проезжую часть вне его зоны. Соответственно, здесь уже вина пешехода, с ними проводятся профилактические беседы, привлекаются к административной ответственности. Так же, как и с водителями транспортных средств, мотоциклов, автобусов, ну, всего, что движется, инспектора в первую очередь разъясняют, как они должны пропускать, кого пропускать и в каких моментах. Спасибо большое, Анатолий Васильевич, за подробный рассказ. Я напоминаю, что у нас в гостях был Анатолий Баландин, начальник отдела ГИБДД по Ленинскому городскому округу. И в продолжение темы. В связи с ростом числа ДТП с участием пешеходов, сотрудники ГИБДД проводят рейды у зебр-светофоров Ленинского городского округа. Особое внимание обращают на несовершеннолетних участников дорожного движения. Инспекторы напоминают детям, подросткам и их родителям, что при переходе проезжей части следует спуститься с велосипедов и самокатов и убедиться в безопасности пути. Держаться от дороги, во-первых. Без родителей не переходить. Транспорт всегда держать в руках, либо же передавать его родителям. Это как-то на подсознание заложено. Нас учили, мы учим. Это безопасность. Это все-таки транспорт. Ребенок может упасть с него. Водитель может не досмотреть. Это очень опасно. Несовершеннолетние участники движения, соблюдающие правила, получили подарки от правоохранителей. Кроме того, детям и родителям раздали памятки о том, как следует вести себя на дороге. Во время профилактических рейдов инспекторы напомнили правила движения и водителям Ленинского городского округа. Автовладельцам с детьми объяснили важность использования детских кресел. Также сотрудники ГИБДД обратили внимание на правила парковки. Напомню, водителям запрещено останавливаться на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним. Нарушители правил получили штрафы. С 4 по 10 июля проводится мероприятие «Пешеход». И второе мероприятие называется «Пешеход-пешеходный переход». Естественно, он связан с безопасностью наших пешеходов в связи с тем, что у нас по всей Московской области увеличилось количество наездов на пешеходов. Ну и в том числе наш городский округ также, к сожалению, попал в эту статистику неприятную. У нас пострадало несколько пешеходов, в том числе три ребенка. Кабинеты льготной выписки лекарств функционируют во взрослой поликлинике в Видном, в южной поликлинике в Дрожжино и в амбулатории поселка Развилка. Они призваны разделить потоки пациентов в лечебных учреждениях, чтобы льготники могли получать необходимые лекарства без лишних очередей и вовремя. Тему продолжит Екатерина Борисова. На получение бесплатных лекарств имеют право люди с группой инвалидности, так называемые федеральные льготники, а также региональные льготники, страдающие с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ревматологическими заболеваниями, перенесшие инфаркт или инсульт. Пациент получает от врача, от леча врача Эпикриз с назначениями на три месяца. Далее он направляется в этот кабинет, где фельдшер ежемесячно выписывает лекарственные препараты, исходя из назначения врача. При ухудшении состояния или неэффективности лечения, пациент направляется фельдшером повторно на прием к врачу для коррекции терапии. С полученным электронным рецептом пациент отправляется в одну из государственных аптек за льготным лекарством. Причем фельдшер еще и подскажет, по какому адресу нужные медикаменты точно есть. Тамара Федоровна переехала в Дрожжино из Воронежской области совсем недавно. Она рассказала, что Южная поликлиника не имеет собственной аптеки, создает немало трудностей. Да и лекарств в последнее время часто нет в наличии. Врачи хорошо, все нормально. Они не против выписать. Лекарств нет. Половина нет. Вот у меня 10 заболеваний. Я по них половину не получаю лекарств. Даже больше половины не получаю. Я все покупаю от своей мизерной пенсии. Медики тоже подтверждают, такая проблема существует, но способ получить необходимое лечение есть. Можно сделать заявку и лекарство поступит в аптеку. Все решается индивидуально. Существуют аналоги тех лекарственных препаратов, у которых действующее тоже вещество, но торговое название – другое, другой производитель. Тихонько импортозамещение сейчас идет. В скором времени в Южной поликлинике также планируется реализовать проект по телемедицине для дистанционной выписки лекарственных препаратов через систему ЕМИАС. Можно записаться в кабинет на ячейку телемедицины. Дальше в указанное время фельдшер связывается с пациентом через определенную программу посредством либо телефонного звонка, либо по видеосвязи и решает вопрос по выписке лекарственных препаратов. За льготными рецептами в Южную поликлинику могут обратиться прикрепленные к медицинскому учреждению жители – пациенты амбулатории Бутова парка и Измайловской амбулатории. Часы приема кабинета с понедельника по пятницу с 9 до 16. Подобные кабинеты также открыты во взрослой поликлинике в Видном и в амбулатории поселка Развилка. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники МЧС по Ленинскому городскому округу посетили летние зоны отдыха у воды, чтобы в очередной раз напомнить людям об опасности купания в несанкционированных местах и правилах поведения на берегу. К профилактическому рейду присоединилась и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. На Булатниковский пруд Геннадий вместе с семьей приходит не первый год. Говорит, место чистое, удобно расположено. Опасности заразиться в воде какой-либо инфекции не видит. Ну, вода не сильно грязная здесь. Сейчас просто после дождя в сторону все набежало. А все идет нормально. Это единственный, который водоем поблизости. В Ленинском городском округе вы не встретите ни одного водоема, в котором можно было бы купаться. Все они не соответствуют санитарным требованиям. И такая ситуация сохраняется на протяжении нескольких лет. Предупреждающие таблички – купаться запрещено. Людей не останавливают. Устоявшаяся в регионе жара буквально провоцирует жителей нарушить правила. Такая стоит жара, что невозможно не купаться. Это только для дураков. Видите, как много детей купается, как много отдыхающих здесь находится. Здесь просто культурно и спокойно. Таких культурных и спокойных мест в Ленинском округе пять. Силами администрации предпринимательского сообщества созданы зоны для отдыха у воды. Исключительно на берегу. Одна из них у Булатниковского пруда. Сюда и приехали представители МЧС. Напоминаю, что на территории городского округа у нас купание запрещено. Можно загорать, отдыхать. Штрафных санкций в Московской области не предусмотрено. К счастью для людей. Может быть, к сожалению, для нас. Но, тем не менее, мы с людьми разъяснительную работу проводим. У нас существуют маршруты патрулирования. Ездим по водоемам. И каждый раз представители МЧС встречаются с одной и той же картиной. В водоемах плещутся сотни отдыхающих. В связи с этим, помимо профилактических бесед, инспекторы решили раздавать людям памятки о поведении в воде. Если же люди идут на свой страх и риск купаться, то они должны понимать, что дети, которые с ними идут, они несут за них ответственность, несут ответственность за свою жизнь. Купаться по своим ощущениям. Если силы их теряют, да, теряют силы, то они должны выходить на берег. И, соответственно, расписано о том, что нельзя употреблять спиртными напитками. А тем более нельзя купаться в таком состоянии. Купаться или нет – выбор каждого. Но прежде чем войти в воду, лучше подумать, стоит ли игра свеч. Юлия Погасьян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами и в режиме онлайн. О новостях Ленинского округа вы можете узнать в социальных сетях канала Видное ТВ. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова